О цивилизованной продаже домашнего скота говорят по громкой связи ветеринары области и сотрудники районной прокуратуры. Специалисты уверяют, если каждое животное будет иметь паспорт имбирки, то фактов скотокрасства и распространения болезни пойдет на спад. На скотном рынке Шимкента каждое воскресенье продают более 500 голов крупнорогатого, почти 1000 голов мелкорогатого скота и около 600 лошадей. Среди такого количества животных нередко встречается и краденый скот. На каждую корову, овцу или лошадь у хозяина должны быть необходимые документы. В случае отсутствия паспорта на животное или пронумерованных бирок скот будет считаться краденым, а в отношении человека, который продает таких животных, будет проведена следственная проверка. В эти выходные на скотном рынке в Шимкенте таких хозяев без необходимых документов на животное оказалось немало. Продавцы и покупатели говорят, что о требованиях, которые действуют на территории области более 10 лет, никогда раньше не слышали. Я только что приобрела здесь баранов, корову. У владельца не оказалось на руках документов. Сказал, что оставил их дома. Я их купила. А что мне надо было делать? Регистрация, выдача паспорта и ушных бирок проводится в Южном Казахстане абсолютно бесплатно. На это ежегодно из бюджета выделяются немалые средства. Чтобы снизить риск распространения заболеваний среди животных, ветеринарные намерены тщательно проверять скот и запретить продажу животных без паспортов и регистрационных сережек. Рейды скотократства под запретом будут проводиться в Шимкенте регулярно. Редактор субтитров А.Семкин